Приднестровское государство должно работать на человека, а не наоборот. Эту идею президента поддержала и Коммунистическая партия Республики. Первые сто дней работы Евгения Шевчука и отношения к ней. Именно под таким названием сегодня прошла пресс-конференция в Центральном комитете партии. Главная тема – послание главы государства к органам власти и управления. Я услышал очень много позитивно в этом послании. Хочу сказать, что мы его будем поддерживать. Мы оцениваем первые сто дней Евгения Шевчука не по кардинальными изменениями, которые не могли в принципе быть за сто дней, а по тому фарватеру и по тем посылам, которые дает президент сегодня, который говорит президент, который говорит его команда. Олег Харжан отметил, за все годы существования партии он не помнит таких намерений у правительства. Эти планы и изменения коммунисты будут поддерживать. Поскольку диалог с властью теперь возможен, бывшей оппозиции придется работать в новых условиях. И самое главное – сообща. Только так, говорят они, можно сдвинуть экономику республики с мертвой точки. Сравнив то, что делается сейчас с тем, что делалось до 2012 года, мы приняли решение о том, что мы будем поддерживать основные направления послания президента. Будем их поддерживать. И если их будет осуществлять его команда, независимо от их убеждений, взглядов, цвета глаз или волос, мы будем это поддерживать. В минувшую субботу состоялся пленум коммунистической партии, где было решено выстраивать более конструктивный диалог с президентом и его командой. А в мае пройдет республиканский актив партии, где все вопросы обсудят более детально. Туда же планируют пригласить и главу государства. Инна Сипита, Светлана Клёц, Олег Коваленко. Первый республиканский.